МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это мобильный репортер в студии Алсуя Купова. И в этом выпуске самые сочные обсуждаемые видеоролики из социальных сетей. Госкомитет Республики по биоресурсам попросил татарстанцев не переживать за птиц зимой. Специалисты ведомства ответили на бесконечные заявки горожан о якобы замерзающих лебедях и утках. Очередных заблудших пернатых обнаружили в заливе Волги. Заметили их садоводы СНТ «Бережок». Люди уже планируют целую спасательную операцию, даже несмотря на тонкий лед. Специалисты тем временем предупреждают, не стоит паниковать и рисковать своей жизнью. Для утки она считается самой морозистойчивой. Я вот читал. В барокамере она выдержала 90 градусов в минусе. Ей лишь бы было питание хорошее. Орнитологи пишут, главное правильно уток кормить. Наевшись черного хлеба, птица мучается от несварения желудка и даже может от этого умереть. Белая булка вызывает ожирение внутренних органов. Лучше кормить уток овощами, сырым фаршем, разваренной крупой или фруктами. Она считается самой морозистойчивой. Я вот читал. В барокамере она выдержала 90 градусов в минусе. Ей лишь бы было питание. В дежурную часть Нижнекамской полиции поступило сообщение, что напротив дома номер 86 по проспекту Химиков сбили пешеходов. Прибывшие на место автоинспекторы выяснили, что водитель Нивы сбил двоих людей на нерегулируемом пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. С переломом бедра 36-летнего пострадавшего госпитализировали. Инспекторы ДПС задержали 50-летнего мужчину на Ниве. Он был не трезв. Девушку сбили. Еще уезжает. Даже если сбитый вами человек куда-то ушел, ни в коем случае не уезжайте с места ДТП. Иначе вы рискуете сами стать пешеходом, поскольку за оставление места аварии грозит лишение прав до полутора лет или арест до 15 суток. Скотина, я далеко. Видео со сбежавшим троллейбусом появилось в социальных сетях. Как сообщила пресс-служба Метроэлектротранс, руководство тщательно его изучило. И пришло к выводу, что кондуктор, который тянул рога штанги троллейбуса, нарушил должностную инструкцию. Мужчина вышел на проезжую часть без соответствующей экипировки и будет привлечен к дисциплинарной ответственности, говорится в сообщении. В ходе служебного расследования было установлено, что водитель во время движения троллейбуса находился за рулем. А чтобы не выбиться из графика движения, он по согласованию с диспетчером всего лишь перестроил троллейбус. Ни от кого троллейбус не сбегал. Многие приезжие отмечают, что казанцы – народ сердобольный и душевный. Но складывается ощущение, что казанцы-пешеходы и казанцы-водители – это две совершенно разные категории людей. И если пешеходы внимательны и участливы, то водители – их полная противоположность. Зачем так машину ставить? Ты же на проезжей части. К сожалению, такое поведение водителей и возмущает, и удивляет. Почему-то, паркуясь или бросая авто на проезжей части, никто не задумывается об остальных участниках движения. И что теперь делать? Ну хоть какая-то совесть у вас есть, женщина? Ну как можно на проезжей части оставить машину? Вы же не на обочине! На этом все. Это были самые популярные видеоролики с просторов интернета. До встречи на канале Татарстан-24.